Сапарыч Макадырович, вот сегодня многие коллеги и до того поднимали вопрос к обвложению. Вы знаете, мне система часто напоминает черный ящик. Система сбора информации о том, какие объекты, где нужно строить, в каком состоянии находятся, да, и что мы получаем на выходе. Объясню почему. Я подняла, вот просто я просила у правительства три карты сопоставить. Значит, внутренняя миграция, перспективы рождаемости в каждом регионе, количество населения, количество школ, да, и, соответственно, капвложения, как мы планируем. При сопоставлении очень просто этих индикаторов мы точно видим картину по стране, что реально нужно, да, и что на самом деле строится. Потом я взяла таблицы, где написано, например, поехал президент в какую-то область. После этого в капвложениях появляется перечень школ, которые были политически обещаны. Потом депутатские запросы. Появляются школы, которые были политически обещаны. В итоге Министерство образования собирает данные по реальным потребностям, отдает в Министерство финансов, в Госархстрой, но туда же приходят и поручения с аппарата президента, Чугуркукинеша. И в итоге на выходе, вот в этом черном ящике, мы получаем очень странный список капвложений. Почему вот столько много вопросов? Недостроенные объекты стоят, новые начинаются по различным политическим другим мотивам. В итоге идет растрачивание ресурсов. Люди тоже не знают, какая перспектива строительства школ. Сейчас очень много говорится о цифровых технологиях и так далее. Я считаю, что вам нужно взять под контроль эту систему, чтобы она перестала быть серой схемой и черным ящиком. Чтобы было понятно населению, каждому человеку, потому что это деньги налогоплательщиков, за этот счет строятся школы, детские сады и больницы. Чтобы эта система стала понятной и прозрачной. Это в качестве пожелания. Еще хочу уточнить, я не ослышалась, налоговикам собираетесь повышать заработную плату? То есть не врачи, а учителя, а налоговики в плане, да? Наталья Владимировна, я вам сейчас попытаюсь объяснить, почему я это хочу сделать. Во-первых, учителям мы уже повысили заработные платы, вы знаете, причем это сделали очень неплохо на фоне заработных плат других соцработников. Это во-первых. Во-вторых, чтобы сделать реальные изменения, например, в налоговой сфере, и прежде чем мы цифровизируем там всю налоговую, и когда налоговик уже ничего не сможет делать, вы понимаете, что тогда будет? То очень важно, скажем так, сохранить специалистов, которые реально в этом разбираются и будут работать. Поэтому нужно повышать заработную плату, потому что я вижу, что в налоговой сфере можно сделать реальные изменения. То есть поступление дополнительных налогов как минимум 10 миллиардов сумм. Именно поэтому я иду на повышение заработной платы для налоговиков, чтобы эту систему сдержать после внедрения новых технологий. Я приветствую внедрение новых технологий в любом случае. Это прозрачность, это внесение понятных прозрачных механизмов. Но я боюсь, что то повышение зарплаты, оно не будет сопоставимо с коррупционными соблазнами. Вы понимаете, о чем я. Дайте мне еще, вот у меня времени много осталось. Я хочу уточнить, вы знаете, вот я обращаюсь уже к, может быть, четвертому, пятому премьер-министру, и как будто бы не слышится. Есть уязвимая категория людей, которые нуждаются во внимании. Это дети, выпускники детских домов, дети-сироты, без родителей, без поддержки. Несколько раз я предлагала внести некоторый депозит для выпускников детских домов на государственный счет, предусматривать капитал. В год, по определенным данным, 254 человек выпускается. В никуда, ни система учета, пока она на стадии разработки и апробации, ни какой-то поддержки социальной. Вот эта категория, она у нас выпадает из области внимания. Еще вопрос. В бюджет включены потери от отношений на кыргызско-казахской границе? Вот потери, связанные и с возможными туристическими потерями? Наталья Владимировна, значит, во-первых, по депозиту. Я вот как новый премьер, как вы говорите, очередной премьер, да? Мне вот эта идея очень нравится. То есть ее надо вводить. Я вот сейчас попросил Адлбека Лешевича, чтобы мы посчитали и посмотрели, насколько это будет, ну, сколько это будет стоить денег в бюджете. Но, в принципе, идея очень неплохая. Ребят, детей, выпускников детских домов надо поддерживать. Это правильно. Значит, по поводу, значит, считали ли мы расходы в связи с ситуацией на границе? Нет, мы это не включили в бюджет, но примерно я вам скажу, что выпадение где-то 0,3%. Конечно, я хочу сказать, что мы в обязательном порядке будем эти моменты отсматривать все. С точки зрения туризма, я не думаю, что там будут у нас большие выпадения, потому что прохождение граждан и автомобильного транспорта между нашими странами, там вообще проблем никаких нет.